Друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, ну что, давайте заходим в убежище мое и смотрим, что у нас тут. А, у нас, по-моему, с электричеством напруга была, да? Ну, надеюсь, мы сейчас этот вопрос быстренько решим. Так, забираем. Ну, наконец-то, наконец-то у меня здесь... Так, гордые родители. Ребекка, Фрост и Джереми. Крамфорд. Дайте имя ребенку. Грегори. Ну, давай Грегори возьмем. Хотя это, вроде бы, была девочка. Ладно, не важно. Мелисса и Дэвис. Ну, конечно, Мелисса, елки-палки. А-а-а, черт, хотя нет. Там, наверное, можно было либо мальчик, либо девочка самому выбирать. Ну, это не важно. Главное, что у нас уже 20 уровень. Какой нафиг 20 уровень? Я имею в виду 20... Что я уже говорю? 20 жителей, и мы с вами... Да, давай забираем, и здесь тоже забираем. И мы с вами можем построить новое сооружение. А ну-ка, что вы нам здесь предлагаете? Открыть комнату. Конечно, откроем. Привлекает из пустоши новых жителей. Я даже не знаю, что лучше. Отправлять на задание или из пустоши? Угу. Так, ладно. Мы можем ускорить. Давай-ка, активируем. Да, какого лешего провала? Ну, по крайней мере, вы можете тут за себя уже постоять. Так что давайте, стойте. А я пока... А я пока ничего не смогу сделать, пока вы здесь не разберетесь с ними. Все, молодцы, победили. Так, у меня с напругой... Блин, нужно что-то делать с электричеством. Ну-ка, если... Полторы тысячи крыжек нужно, чтобы... Угу. Так, опять потихоньку начинается... Напруга падать. Ну, удача. Так, и еще живем какое-то время. Давайте... Да подожди ты, какое улучшение? Ускорение надо мне. Замечательно просто. Сегодня нам с вами везет. Так, еда у нас тут... Что ты такой грустный, а? Что ты уныл, братишка? Давай посмотрим, что у тебя тут. Угу. Тебя радиация долбит. Значит, нужно нам... А сколько стоит у нас эта комната-то с радиацией? Так, давайте посмотрим. Лаборатория. 400 она стоит? Не дешево, согласитесь. Так, нужно нам как можно быстрее поднимать крышки. Да ладно тебе, провал еще тут, а? Давай, беги сюда, туши, помогай. Ты стой на месте. Так, а где у меня этот охламон-то недовольный? Я что-то не... А, вот он. Давай, иди сюда. Ну, вы будете тушить или нет, а? Что-то этому вообще плохо. И этому плохо. Их нужно от радиации лечить как можно скорее. Эй, пацан тут бедный. Эй, горит. Эй, заплакал весь бедный. Этот там сидит, попивает колу. Старый усач. Хорошо, ладно, давайте тогда с водой. Может быть, с водой прокатит. Отлично. А если еще разочек? Ух, замечательно. Так, да, должно и здесь прокатить. Да что ты будешь делать-то, а? Так, иди сюда, помогай уже. Я не понимаю, какого лишего вот этого дуралей здесь сделать? Я тебя сюда отправил. Что, усатый, все? Допился колок? Хе. Пришел Коммандос. С лазерным оружием. Все, победа. Так, только ты остаешься здесь. И никуда ты не пойдешь. 466 крыжек у нас. Так, тоже пойдешь сюда. Уровень. Слушайте, а мы же можем и здесь, по-моему, да еще? Рискуем. Все-таки риск это хорошо. Еще уровень. Слушайте, а если я сейчас попробую? Такой довольный, уже с часами. Малокосос. А часы-то уже имеет. Ну неужели? Я получаю еще 50 крыжек. Так, 600. Слушайте, ребята. Очень хочется мне поставить вот это вот здание. И в то же время я боюсь за напругу. Так, радиостудия. Или как... Нет, радиостудию придется ставить. Куда бы нам ее поставить? По-моему, там здание небольшое, да? Давайте вот здесь вот. Радиостудия привлекает новых жителей из пустоши и увеличивает счастье в убежище. Спасибо. Если вам не нужны новые жители, вы можете выключить радиосигналы, и тогда радиосообщения не будут отправляться. При этом радиостудия по-прежнему будет вещать в убежище, повышая уровень счастья жителей. То бишь, это просто как радио, да? Так, здесь нужны люди... Ага, вот здесь можно пустошь, а здесь убежище. Давайте в пустоши будем транслировать. И сюда мы можем поставить жителей. С категорией С. Так, ну что, с водой у нас пока проблем нету. Я думаю, что вот эту вот девочку мы, наверное, сюда перекинем. Вот так вот. Я же сказал, девочку тоже. А, тут одно, что ли, место? Хорошо, давай тебе костюм тогда найдем. Нашли. Нашли, называется костюм ему, а? Так, а здесь какой? С? Это не то, это нам не годится. Дайте-ка мне вот тут посмотреть. Обалденно, я тут все увидел. Что он там хоть делает-то, а? Вряд ли кто-то нас слушает. Ты давай, главное, транслируй. Два часа сорок одна минута. Полторы тысячи улучшения. Да, через два с половиной часа ко мне только, может быть, придет новый житель. Может быть, опять же, повторюсь. И пятнадцать крыжек всего осталось. Блин, шестьдесят три процента рискованно. А здесь? Вот здесь можно попробовать. Отлично. Что и требовалось доказать. Так, ребятушки, а у нас еще есть тут задание. Давайте-ка глянем. Собрать пятьсот единиц энергии. Должен родиться один ребенок. Блин, не позже, не раньше. А именно вот сейчас, после того, как у меня он уже родился. Блин. Че ж, делать нечего, ребята. Нам придется... Нам придется вот эту барышню направлять. Вот так вот. И, наверное... Давай, иди сюда. Будете там веселиться на пару. Нет, нам нужны жители. Однозначно, ребята. Потому что мне не хватает. Мне нужно и здесь укомплектовать полный состав. И на водоснабжении. Электричество у меня, по-моему, только полностью, да? Шесть из шести. Также на складе у меня вообще никого, по-моему, нету. А на складе вроде бы и не обязательно, чтобы кто-то был, если честно. Так. Ну-ка, а если здесь ускорим? 50 процентов. Ладно. Была не была. Да что бы тебе, а, разорвало. Давайте, тушите. Чего ж поделаешь. Ребята, я даже не знаю, что мне сейчас пока и делать, если честно. Может быть, отправить в пустошь кого-нибудь, а? Вот этого, например. Но он какой-то покоцанный. Ладно, фиг с ним. Пускай один сходит. Дадим ему с собой Вот так вот. Пускай делает разведку. Фиг с ним. И где-то же у меня еще. А этот что такой грустный? Что не весел ты, а? Давай тебя тоже, наверное, в разведку отправим. Возьми четыре штучки и иди. Ну и пока, ребята, наверное, на этом все. Здесь мы сделать больше ничего не можем. Остается только лишь ждать, когда у нас здесь родится ребенок. Что там у нас по заданию-то? И получу я всего лишь 25 крышек. Нужно собрать нам с вами энергию и 2000 крышек с пустыни забрать. Ё-моё. Что это за звук такой был, а? Что это за печальная мелодия сейчас проиграла? Так, ну ладно, ребята, давайте мы сделаем с вами перерывчик и продолжим немножечко попозже. Ну что, ребята, рекламная пауза закончилась. Давайте продолжать с вами играть в Fallout Shelter. И сейчас посмотрим, что у нас. Ух ты! Замечательно все. Еще 100 единиц энергии, и мы с вами получим крышечки. Так, как мои партизаны в пустоши? У-у-у, по-моему, пора отзывать. Давай-ка иди. А с тобой как? Надеюсь, ты живой? Три ружбайки, отзываем. Ладно, ну с этим пока разобрались. 73 крышки, всего лишь 73. Ага, эти ребята довольные, сделали свое дело хорошее. И давай-ка вот сюда иди. Что, будем сейчас рисковать, ребятушки? Крутить, вертеть. Ну-ка, поехали. Да чтоб тебя разорвало на пустом месте, а! Как же вы достали, почему не прет? Там такой маленький шанс было проиграть, и... Надо было так втюхаться. Ну и что вы бегаете-то, как эти... Два олуха тут. Давили бы таракана ногами, раз нет ничего в руках. Хорошо, давайте здесь попробуем тогда ускорить. 33 процента, ребят, 33. Ну, хоть вы не подвели меня, отлично. Давай-ка тогда еще разок. И? Вот, это я понимаю. Ребята в столовке и знают свое дело. Не то, что вот эти вот электрические, блин. Так, подожди-ка. А-а-а. Че-то, девочка, ты как-то долго у меня растешь. Ну-ка, иди сюда. Ускоримся. Да чтоб вас, ну что за непруха-то. Нападение рад тараканов. Давайте, я надеюсь, вы тут справитесь. Молодцы. Так, а у меня задание-то какое, я уже забыл. Ну, в крышке-то понятно. Энергию. И должен родиться ребенок. И должен родиться ребенок. Этого, конечно, нам еще долго придется ждать. Так, ну давайте, ребята, вас ускорим. Молодцы. Поработали на славу. Давай-ка еще разочек. Лишь бы фортануло. Ну вот. Вот это другое дело. Так. А здесь у нас... Хрен с ним. Давайте разочек. Тьфу ты. Хидрит тебя на корень. Ну давайте, жгите по этим тараканам. Три штуки, да? Я манал. Если бы вы такие тараканы, бегали бы у людей на кухне. Гигантские просто-напросто. Ну, последнего тогда бейте. Чего вы на него смотрите-то, а? Молодцы, справились. Там вон пирожок тебе цветной на полочке лежит. Возьми его. Так, ну мы вывели уровень производства на максимум. Отличная работа. Да вот как раз-то не отличная. Давай, активируй. Ну, вы просто молодцы. У меня еще ни разу меня не подведили, по-моему, да? Угу. Так, а здесь... Ну, давай разочек еще раз. Даже слов у меня нету. Про этот разочек. Слушай, ты... С радио, ты будешь кого-нибудь тут вызывать мне или нет, блин, а? Или ты там сидишь, динамишь? Что ты вообще делаешь? Записи он какие-то там делает у меня, а? Блин, ребята, ну что делать-то, а? Я даже пока не знаю, хоть... Хоть активируй. И мне осталось еще немножечко, но... Навряд ли получится. Хотя можно попробовать. Угу, попробовали. И нападение рад тараканов, да? Давай давить, что ты... Куда ты побежал? Иди сюда. Ну? Отлично. Одного бомбанули. Да, ребята, кстати, здесь вот так вот можно подлечивать. Оп, и... Все, и он здоровенький. Так, ну-ка, у кого тут еще проблемы со здоровьем? Ага, вот у этого. Все. Ну что же, 452 крышки. Этого мало? Очень мало, если честно. Блин, я даже не знаю. Хоть в пустошь отправляй их всех, а? Мне нужны, еще раз повторю, жители. Чтобы заполнить все комнаты. Ну, соответственно, мне также нужны шмотки. Без шмоток хер ли тут делать. Мы, кстати, в какой-то, да, горе, я так понимаю, находимся. Вот гора. Тут вход. Ну да. И будем с вами... Ну-ка, дайте-ка посмотрим, насколько тут глубоко. Ну, не очень глубоко, но нам этого хватит. Так, кто-то уровень получил. Что ты там радостный? Все почему-то с блокнотиками тут стоят, а? Ты должен брать в руки кувалду и махать тут. Или крутить вот эту вот фигню, блин, руками раскручивать ее. Ну, сидит там с блокнотиком, расписывает. Ну, а ты что делаешь? Что ты крутишь? Ну, ладно, ты беременная, тебе можно легкий труд. Это что такое вообще? Что вы там за гадость мешаете? Да и детям здесь, честно говоря, не место. Так, а вы что тут делаете? Ты что там? Что ты там перчишь-то? Воду, что ли, а? Правильно, надел на себя противогаз и херачит по полной программе. А этот смотрит и записывает, как проходит опыт. Так, а вы что тут у меня делаете? Ну, что ты эту пробирку будешь три часа тут что ли телепунькать-то, а? Вон, девочка даже пришла посмотреть на тебя. Какая ты неумеха. И опять записывает. Столько этих, да? Это, по-моему, пункт сбора крови. Донорский этот, кабинет. Что это за звук такой? Я никак не могу понять. Я помню, при таком звуке где-то появлялся... Вот он, был только что. Видели, да? Призрак здесь был. Если я не ошибаюсь, вы можете промотать назад и посмотреть. По-моему, вот здесь вот был призрак. На него надо было нажать, и мы бы получили с вами очень много крыжек. Он всегда появляется, когда вот такая вот мелодия звучит. Это я уже запомнил. Еще когда играл на телефоне. Так, ну что, будем рисковать или нет? 63% это очень много. Ёлки-палки. А есть где поменьше-то? 50%. Ладно, рискуем. Рискнули. Давайте, деритесь опять с тараканами здесь. Слушайте, ну мне еще нужно укрепляться. Ребята, скоро на меня будут нападать здесь, потому что... Как это там, гули или... Я уже не помню, как их звать-то. Такие звери. Сейчас, в данный момент, у меня и ворот-то, по-моему, даже нету, да? Надо как-то их укрепить. Первое укрепление. 500 крышек. Слишком дорого. Ну что? Блин, вообще по... Этому... Помаленьку копятся у меня крышки. Так, ну что, давайте тогда опять сделаем небольшую паузу. Встретимся чуть-чуть попозже. Ну что, ребята, продолжаем с вами играть в игру Fallout Shelter. Ребенок вырос. Сейчас собрать 500 единиц энергии и получаем с вами 150 крышечек. Хорошо. Так, и мои архаровсы уже прибежали с пустоши. Так, давай, конечно, назовем, наверное, на Ральфом его. Кстати, да, вы заметили, как он выглядел? Так, ладно, сейчас мы здесь соберемся. 2 тысячи крышек с пустоши надо забрать. Ё-моё. Кстати, у меня уже 1314. Это хорошо. Вы посмотрите на этого малыша, да? Мне такое впечатление, что это просто какой-то карлик. Он вроде бы только вырос, а уже у него щетина там есть. Ну, чуть ли не борода. Да, совсем он не похож на маленького ребенка. Он, наверное, просто притворяется, что он маленький. А на самом деле нифига. Так, ну что, ребята, давайте мы с вами, наверное, купим кабинет смотрителя. Вот сюда, куда бы он его, наверное. Да, сюда мы его поставим, потому что там для другой. Поздравляем, вы построили кабинет смотрителя. Теперь вы можете отправлять отряды жителей на задание за пределы убежища. Чтобы открыть список задания, нажмите на питбой. Ну, это понятно все. Так, вот нам сюда показывают первые шаги. Убейте светящегося таракана и завершите обучение. И получим, кстати, бокс с вами. Здесь отображаются доступные задания. Выберите первое задание, чтобы получить более подробную информацию. Первые шаги. В качестве тренировочного задания Волтэп предлагает вам доказать, что вы достаточно умелый. Смотрите, чтобы убить светящего таракана. Даже рад таракана. Сначала выберите пустое место для жителя. Ну, тут их три. Так, Александр Кнайт. Угу. Давайте-ка ему какую-нибудь пушку-то дадим. Че он у меня. И шмотку надо ему. Подобающую. Так, бронированный комбинезон убежища. Я думаю, пойдет. Так, еще одного надо нам. Кого же нам выбрать-то с вами, а? Как вы думаете? Давайте вот этого. Джерри Питерса. Пятого уровня. Да и фиг-то, в принципе. Че, пятого какого-то. Нам главное сказали выбрать и отправить. И здесь мы отправим. Слушайте, надо отправить сюда девушку, я думаю, да? Или нет? Вот. Давайте вот Джуди какая-то там хрен поймешь. И ее отправим, в общем. Так, а у нее ничего нет в руках. Надо... Ну, давайте вот это улучшенное пневматическое ружье. Все. В принципе, можно и начинать задание. А не отправиться сами в поход. Да, вот это, кстати, обязательно надо, ребятушки. Хрен его знает, что у нас там будет поджидать. А подхил нам никогда не помешает. Житель или отряд жителей автоматически покинет убежище. И приступит к выполнению задания. Так, шестой уровень у меня барышня получила. Это хорошо. Не, ну этот малой меня вообще поражает, да? Только родился, уже с щетиной бегает вовсю. Еще такой довольный. Что-то сам, сам себе на уме думает. А вот эта барышня мне напоминает почему-то училку какую-то. Нажмите на пустошь, чтобы открыть журнал заданий. Слушай, подсказка, ты уйдешь отсюда или нет? Ты меня уже нервируешь. Квантовая ядеркола позволяет мгновенно переместиться в точку начала задания. Нажмите здесь, чтобы воспользоваться квантовой ядерколой, предоставленной вам компанией Волтеки, переместиться в точку начала задания. Ну раз на халяву, так почему бы и нет? С помощью квантовой ядерколы... Да понятно, это только что мы читали. Так, ну что, ребята, вот мы с вами и прискакали на первое наше задание. Убить светящего рад таракана. Задание позволяет исследовать новые места, набирать новых жителей и находить добычу. Нажмите на значок карты в правом верхнем углу, чтобы просмотреть задачи задания. Исследуйте новые комнаты, перетаскивая в них жителей, или же просто нажимая на место, в которое вы хотите их отправить. Атакуйте врагов, нажимая последовательно на жителя убежища и на нужного врага. Также вы можете просто перетаскивать жителя на врага. Ну, понятно все. Когда отобразится значок галочки, нажмите на него, чтобы провести критическую атаку. Нажмите еще, и стрелка остановится. Прежде чем они ближе друг к другу, тем больше множитель урона. Как понимаете, на зелененькой это будет 5х, то бишь максимальный урон. Так, ребята, как вы помните, здесь у нас можно еще полутать всякие предметы. Так что давайте смотреть внимательно. Ага, тараканы вышли. Ну, да они ватоваты, поэтому даже... Ага, вот здесь можно лутануть что-то. Так, увеличительное стекло, по ходу дела, да? Это у нас ресурсы для крафта. Если кто не знает, я вот вам напоминаю. Так, ну что, пока все довольно тихо, хорошо, и вот у нас уже лифт. Сейчас мы с вами переместимся на второй этажик. Отлично, длинный коридор. А, это комната. Ух ты, здесь можно лутануть. Бронька. А ну-ка, барышня, у тебя, по-моему, нет брони, да? Теперь уже будет. Шикарно. Продолжаем движение. Здесь у нас... Так, тоже есть что лутануть? Наверное, убежище это рай. Потому что вот здесь. Ну, вы поняли. Так, машинка. И... Винчестер нам достается. Ржавый. Но урона наносит 4. Отлично. И уже верхний этаж, ребята. А здесь уже, наверное, будет рад таракан. Типа босика. Посмотрим. Так, обычный... Ага, вот он. Вот он. Хе-хе-хе. У меня нет слова на него. Успех, первые шаги. Так, ребят, давайте лутать здесь все, что можно. Жизнь здесь не такая уж и плохая. Нет, она просто ужасная. И нам достается, ребята, киль. А вот и чемоданчик заветный. Угу. Ну что же, все. Вроде бы мы с вами... А, нет, еще есть одна комнатка. Давайте зайдем сюда. Так, ящик, да? И еще раз увеличительность иконам достается. Или зеркало, это фиг знает. В общем, ребята, нам надо заканчивать задание. И возвращаться в убежище. Да, я хочу, конечно же. Задание выполнено. Награда. В общем, ланчбок, бильярдный кий и ржавый винчестер. Ух. Мне интересно знать, что нам достанется в коробке. Давайте используем квантовую ядерку, чтобы мгновенно вернуться в убежище. Конечно, давай. Так, собираем все, что здесь есть. Так, ребята, энергия, жрачка, вода. Все это обязательно нужно собирать. Понятно. Склад, как всегда, у меня переполнен. Так, ребята, нам нужно построить склад. Потому что если я открою ланчбокс, и там будут ресурсы, мы их просто профукаем. Так что придется делать. Лучше мы это сделаем сейчас. На всякий случай, потому что в пустошь мы все равно будем выбегать. Будем там лутать. И нам нужно очень много места на складе. Шестой уровень у меня получает персонаж. Новое задание у нас появилось. Так, нужно еще шесть жителей, чтобы они увеличили себе уровень. И тогда мы получим крышки. Так, архаровцы мои вернулись. А мы с вами давайте-ка вскроем ланчбокс. Крышки. Соточка. Отлично. Антирадин. Ну это фигня, блин. Оружие. Улучшенный пистолет. Ух ты, а это что такое? Хлам. Сложенный в трое флаг. Зашибись. Ну легендарный хлам. И еще 500 крышек. Блин, честно говоря, я рассчитывал на большее. Хотя бы на какую-нибудь животину. А в идеале вообще бы лучше бы робота дали бы. Я вообще был бы счастлив. Это знаете, ребят, на что похож робот? Это как в хастл гном бегает. Тролль этот. Или как его там? Гоблин. Так, ну что, ребята, вот у нас и задания доступные. Спасите повара, да? Кто разрежет индейку? Брюхан какой-то. Ух, еще один бокс. Блин, нужен уровень седьмой с атакой на два. Хочу, хочу, ребята, их отправить. Ну-ка посмотрим. А у меня что, только два персонажа? Девятый и девятнадцатый. А третьего нету? Блин, засада полная, а? И тем более, один какой-то покоцанный Тимоти Вилсон. Наполовину уже радиоактивен. Ну, костюмчик-то у него неплохой. И винтовка у него хорошая. Так, Дэвис. Что же, блин? Ну, нету третьего. Ребят, я не хочу двоих посылать. Это как бы опасно. Они могут там сдохнуть. В общем, нужен третий в любом случае. Так. Блин, надо его лечить. Вот так вот. А то, я смотрю, он вообще скуксился. Ну, у этой девочки все хорошо. Здесь тоже все замечательно. А ты, родной. Так, давай-ка тебе костюмчик наденем. А то ты ходишь, как непрекаянный. И пистолет 10-миллиметровый, наверное, мы тебе сейчас дадим. А то ты бегаешь с какой-то ерундой. Ну, ага, вот здесь еще надо. Бильярдный кей будет тебе в помощь. Вот это самая лучшая винтовка у чувачка сейчас в данный момент. Я даже не помню, где я ее взял. А, по-моему, в пустоши я ее и нашел. Так. Или он ко мне прибежал уже с ней. Что-то не помню, если честно. Так, давайте-ка мы с вами построим сюда лифт. Да я понял, что нужно будет разбить камень, чтобы сделать постройку. Я вот только не знаю, что мы с вами будем делать. Наверное, да-да-да, именно... Как она называется-то? Лабораторию нам нужно. Вот что, ребята, чтобы антирадин делать. Антирадин нам помогает от радиации. Только вот кого туда теперь поставить, я пока ума не приложу. Хотя много есть, кто и просто так ходит. Смотрите. Ходят здесь вольготненько. Нам и жители нужны. Блин, все нужно. А, как говорится, все сделать сразу у нас не получится. Так, здесь нужен один житель. Соберите отряд. Костюм пилигрима. Один житель. Странно. Ух, елки-палки. Сколько тут заданий. Уровень четвертый. Испытание игровое шоу. Играйте, чтобы выиграть. Задание недели. Фига. Задание дня. Время ограничено. В общем, тут надо, ребята, пыхтеть. И успевать все сделать. Потому что здесь есть ограниченные задания. Так, что ты у нас тут? Ну, у тебя винчестер. В принципе, неплох. Неплох. Так. Кого бы еще нам взять? Надо брать вот таких вот с маленьким уровнем. Потому что они на этих заданиях будут еще и прокачиваться. Так. И еще кого-нибудь надо взять сладенького. Вот. Питерса этого возьмем. Джерри, точнее. Так. И начинаем задание. Пускай они бегут. Испытание. Игровое шоу. Так. Еще троим осталось повысить уровень. И мы с вами получим крышки. Пробуем активировать. Прокатит или нет, а? Хрен там тебе. Ну, давайте, выползайте. А, нет. Ну, смотри-ка. Тут у нас пожар. Ну, ладно. Это еще легко отделались, как говорится. Блин, ну, с едой это у меня, конечно, проблема. С электричеством тоже. С водой еще более-менее. Кстати, когда воды будет не хватать, у нас люди будут заражаться радиацией. И со временем, со временем помирать. Так же, как и не будет есть еды. Они тоже будут умирать. Ну, а если не будет электричества, вы сами прекрасно знаете, что... Да что ж такое-то, а? Я думал, будет пожар. Нет, тут тараканы. Но если не будет электричества, то у нас прекратят действовать здания. И, соответственно, сразу же не будет ни еды, ни воды. Так что электричество, можно сказать, один из главных ресурсов здесь у нас. Так, отлично. А почему тараканы исчезают? Раньше, я помню, они вроде бы оставались. И с них можно было полутать там что-то. Успех, отлично. С электричеством вроде бы как разобрались. Вот с едой бы нам еще разобраться, кстати. Вот сюда-то нужно нам кого-то поставить же, чтобы делал антирадин. Персонажей у меня, смотрю, здесь много всяких. Гуляет. Незадействованных. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. И вот этого, наверное, паренька тоже здесь оставим. Вот так вот. Пускай на пару здесь работают. Мне срочно нужны крышки. И как можно больше. Придется, наверное, все-таки делать ускорение. Да, придется ускоряться, чтобы зарабатывать. Ну, начнем, наверное, мы с медиков. Так, 30%. Давайте попробуем. Ух ты, отлично, успех. Так, 501 с крышек уже. Так, рискуем. Черт подери, 33% и на тебе. Ладно, хоть пожар. Фиг с ним. Если бы были бы тараканы, это плохо. Потому что они заражают радиацией. Так, что у нас тут? Ага. Так, еще трем жителям повысить уровень. 200 крышек нам дадут. И собрать 1000 крышек в ходе заданий. Ну, в ходе заданий, я так понимаю, вообще за все задания. Так, попробуем еще разок ускориться. Да, елки-палки. 43% и так сфейлить. Блин, а без еды-то нам будет сейчас, ребята, очень туго. А она уже подходит к завершению. Тут, как бы сказать, тут нужны костюмчики очень хорошие. А еще лучше школа. Где мы сможем изучать своих, как говорится, персонажей на нужную нам специальность. Ну, что вы не можете уже с тараканами с этими справиться, елки-палки. На самом деле-то, ну, смешно. Давит его ногами тогда, раз не можешь убить из винтовки. Все. Разделались. 53%. Ну, надо же, на 53% у нас успех произошел. На 43% не надо было. Так, ладно, давайте, наверное, еще малька. И на тебе. Ну что, а, ну пожар. Ладно, пускай горит. Ну, конечно, мне это бы не особо хочется, чтобы оно горело. Ну, это лучше, чем тараканы, еще раз вам говорю. Или скорпионы. Которые будут потом. Сами все увидите прекрасно. И мне нужно 22 жителя, чтобы делать уже оружейную мастерскую и так далее и тому подобное. Хотя, надо ставить генератор. Еще один, да? По электричеству. Иначе мы так далеко с вами не уйдем. Так, здесь у нас валуны мешаются, даже если захочем поставить. А вот жилая комната у меня, блин, не посмотреть какой уровень. Я просто думаю, она будет объединяться в 4 или нет. Забыл я, если честно. Или у нее максимально 3 комнаты, которые можно соединить. Хорошо. В общем, со временем мы разберемся. Кабинет смотрителя. Нужно 30 жителей, чтобы повысить уровень. Так, 30 жителей. Это мне еще 9 персонажей нужно. Так, давайте мы, наверное, с вами... 13 часов 55 минут. Ё-моё. Это ж офигеть можно. У нас же там вроде есть задания поменьше по времени, да? Ну и героев там нужно не таких мощных. В принципе, можно это все дело будет посмотреть. Вот смотрим. Так, вот, например, здесь нужен уровень 7, да? И 2 атаки. Всего 2 часа. Давайте-ка мы этих ребят отзовем. Пускай они идут. И отправим с вами на то задание. Так, рискуем. Отлично. Успех. 711 уже крыжек у нас. Так, пробуем. Так, провал. Ну что же, кого там? А, пожар. Ну ладно, пока тушите пожар. Ну, а мы тем временем распределим немножко людей. Потому что они просто здесь ходят без дела. Надо их куда-то приспособить. Так, ты здесь оставайся. Давай туда дуй. Да что вы так долго тушите-то, а? Хламоны. Совсем не хотят работать. Этот там ходит и прогуливается. Давай, беги вон в столовку. Погоди-ка, это уже перебор. В столовку не надо. Давай сюда иди. Эй, ты куда собрался? Я же тебя оставил здесь, в столовой. Нет, идет на выход, гаденыш. Черт. Все поперепутал здесь, блин. Этот побежал, блин, со столовки и умотал. Нет дурила, чтобы остаться там. Все-таки рядом к еде. Он побежал на водокачку. Ладно, хрен с тобой. Раз ты выбрал такую судьбу себе, стой и фильтруй давай вон воду. Так что у нас тут дальше? Нам нужны новые жители. Так ведь, ребята? Надо как-то подумать о популяции нашего убежища. Чем больше народу, тем, конечно, хорошо. Но, опять же, очень будет быстро тратиться еда. Тут надо ко всему подходить очень и очень точно. Так, на Е. Вот эти вот пока костюмы, там Е, я уже не помню, там еще какие-то. Они пока не нужны. Универсальные костюмы тоже как бы плохие, которые идут там на 3-4 специализации. Для бойцов, да, там, конечно, не помешает. Сила. Там, я не знаю, ловкость. Вот это да. Так, иди-ка сюда. Ну, бежит, бежит, бежит. Все, прибежала. Давай, вставай. Что ты там будешь делать-то? Ага, к монитору. И. Отлично, успех. И сейчас мы еще получим с вами крышечки, потому что два персонажика у меня хотят получить уровень. Так, давайте-ка мы сейчас с вами и повысим. И заодно глянем, что у них за уровень. Так, второго уровня. Ну, это вообще детский сад. И ты второго уровня. Видимо, это у нас свежеиспеченные дети. 200 крышек. Получаем почти тысячу уже насобирали. Я считаю, что это хорошо. Так, у нас ребята тут уже стоят, ждут. Давай, собирай. Только собирать с них нечего, потому что они не успели ничего заработать. Так, я вот думаю, что... Одного жителя можно отправить сюда. Как раз там из четырех только трое работают. Так, у этого кожаная броня. Они одеты-то хорошо для пустоши самый смак, я бы так сказал. Костюм библиотекаря. Ну, пока в данный момент он считается никчемным здесь, а когда уже будут школы вот эти вот, там уже, да, там пригодятся все эти костюмчики. Так, а ты иди сюда. А ты, пожалуй, у меня... Так. Я слышал звук. Где-то должен быть чувак. Его никогда не поймать. Но если его поймаешь, он нас отблагодарит крышками. Причем крышки дает он рандомно. Этот шпион теневой. Ну-ка, что у нас тут за заданец это? Ну, вот это вот. Обычно я хотел брюхан. Во всем виноват. Так, да что ж такое, у нас что, никого нету седьмого уровня, кроме вот этих двух. Ну, ересь какая-то, просто ересь. Блин, надо подождать, чтобы хоть какой-нибудь персонаж получил левел. И мы сможем его отправить. С едой-то, конечно, тоже проблемой. Ну, удача, 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 удача. Отлично. Вот уже и тысяча крышек у нас в кармане. Но расслабляться не стоит, потому что дела наши на самом деле идут плохо. Энергия заканчивается. Ну, вода у нас идет хорошо, она и тратится почему-то здесь медленно. А вот с едой, с электричеством полный завал у нас. Так. Так, пожар опять здесь, да? Хорошо. Пускай они пока тушат. Мы их немножечко подхилим. Так. Все. Ну, затушите вы уже этот пожар-то, елки-вот. Что вы там теребунькайтесь? Ну, естественно, ребята, чем выше левел у наших персонажей, тем они будут лучше заниматься своими делами. Но прокачка здесь тоже будет у нас, ребята, долгая. Не получится все сразу и нахрапом. Придется попыхтеть. Так, 1500. Ну, нам она и не нужна, в принципе, да? А здесь 1125. Это мы улучшить столовку смогли бы. Ну, отлично. Вот это я понимаю, успех. Блин, сейчас у нас что-то вырубится, потому что электричества уже не хватает. Элементарно. А ну-ка. А тут 1500. Слушайте, наверное, даже не знаю. Хотелось бы, конечно, электростанцию, потому что все зависит от нее, по большому счету. Объединить комнаты два раза. У нас задание. И 300 крышек мы с вами сможем получить. Интересно, какие... Так, у меня есть одна задумочка, ребята. Это знаете что? Поставить еще одну электростанцию. Потому что одна не справится. Это однозначно, как бы мы ее не улучшали. Как бы мы там ее не тренировали, блин. Все равно надо ставить еще одну. Вообще, желательно по две электростанции. Две водяные базы. И две с едой. И с едой не вот такая вот маленькая, которая состоит из двух комнат. А желательно из трех. Чтобы она была максимальная. Так, вот у нас генератор. Давайте его с вами вот. Давайте, наверное, мы поставим его вниз. Блин, там будут камни мешаться. Так, ну ладно, пока одно отделение с вами сделаем. Все, напруга по чуть-чуть пошла. И, как я вам говорил, не хватает, ребята, у нас с вами жителей. Так, давайте-ка ускорение сделаем. Может, повезет. Отлично. Ну, мало дает, конечно, мало энергии. Потому что это одна комнатка пока. Давайте здесь мы, наверное, разбивать камни будем. Сколько стоит? Ну, в принципе, хватает нам, да? Так. И тогда придется нам... Давайте здесь уберем. И еще одну поставим. Все, это будет у нас три полноценные комнатки. Все, и получаем 300 крыжек. Ага, антирадин изготовился у нас. В общем, с электричеством мы пока вроде бы как вопрос решили. Но нужны жители. Чтобы заработала она в полную мощь. А у нас их нету. Поэтому придется повышать нам популяцию нашего, так сказать, убежища. Иди сюда. Так, надо будет еще кого-нибудь взять. Так, давай-ка ты тоже иди туда. И дамочки, дамочки, дамочки. Вот тебя сюда мы поставим. Так, нужна еще одна. Где же нам ее надыбать? Так, ааа, Ханна. Так это у нас девушка. Ладно, все, отлично. Тогда нам нужен еще один мужчина. Есть добровольцы? Давайте, может быть... Нашего грустного, мощного девятнадцатого уровневого персонажа отправим. Пускай делает ночью детей. Ну что же, все вроде бы пока у нас здесь замечательно. Время, конечно, придется нам подождать. И довольно долго. Блин, дверь может улучшить, хотя не стоит. Крышки нам еще пригодятся для других дел. Так, давай этот разобьем. Заранее подготовим себе площадку для будущих комнат. Ага, даже на лифт уже не хватает. Понятно. Риск. Получится, нет? Угу, прокатило. Так, двести тридцать крыжек. Напруга тает на глазах. Жрачка, кстати, тоже. Пока с водой нет проблем. Но, еще раз говорю, ребята, жители нужны. Без них мы справляться не будем. А от этого у нас, как говорится, все будет зависеть. И вода, и еда. Нам придется с вами ставить следующие столовки. Следующие. Так, что это за звук? Где он, этот гад, а? Вот я прекрасно знаю, что потом, когда я буду просматривать видосик, я его буду видеть. Сейчас я его вообще не вижу. Где он там появляется? Куда он исчезает? Так, генератор. 20 минут будет делаться. У меня всего лишь 44 энергии. Офигеть. Но. Отлично. Так, электричество пока есть. Что там такое? Что вы там забегали? Получились тимпаки. Это хорошо. Так, что у нас там за задание вообще есть? Отправить в подходящие комнаты 15 жителей. Ну, тут ядер колу дает. Она, в принципе, не особо нам нужна. Хотя для заданий в пустоши она, в принципе, просто необходима. Так, здесь у нас следующая инспекция скоро будет. И мы получим с вами небольшой бонус. Так, шестой уровень. Блин, ну неужели никого нету седьмого левла больше, а? Не могу отправить чувачков на задание. Так, давай-ка ты, наверное, возвращайся. Потому что девушка, я смотрю, там уже обрюхатилась у нас. Кстати, да, давайте-ка сюда его отправим. И барышню. Ну, тогда и барышню тоже отправим сюда же. Пускай они, как говорится, работают вместе на пару. Так, давай, родная. А те почему-то не особо сильно стараются. Вы посмотрите, еще стоят, милуются там. Ну что, в принципе, делать нам больше пока нечего. Остается только лишь выжидать момента. Что к следующему, как говорится, заходу в игру у меня хотя бы появится персонаж еще седьмого уровня, которого мы с вами сможем отправить в пустошь на какое-нибудь очередное задание с хорошим дропом. Так, ну что, ребята, сейчас у нас в кафе будет готова жрачка. Забираем ее. И на этой ноте будем с вами завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. И увидимся уже в новых видосиках. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok